Мы остановились в прошлый раз на теориях Людвига Гумпловича, польско-австрийского социолога, который был в свое время довольно популярным, известным социологом. Достаточно сказать, что многие его работы переведены на русский язык. Петр Струвый ездил даже специально в Градс, в этот провинциальный городок, чтобы послушать его лекции. И хотя уехал он оттуда разочарованным, тем не менее сам факт этого визита тоже достаточно показателен. Сохранилась переписка Гумпловича и Лестера Уорда, о котором мы еще будем говорить, американского социолога, любопытная. Ну и хотя сегодня имя Гумпловича редко фигурирует в социологических работах, повторяю, в свое время он был довольно известной и такой влиятельной фигурой. Как я уже сказал, хотя Гумплович был противником собственно дарвинизма биологического и выступал, по крайней мере формально, против биологических аналогий в социологии, историки социологии, несмотря на это, довольно единодушно причисляют его к социальным дарвинистам. И объясняется это тем, что Гумплович рассматривал общество как совокупность групп, которые беспощадно борются между собой за господство. Вообще, если говорить о Гумпловиче, то нужно сказать, что его работам, его теориям присущи часто такие экстремистские довольно формулировки, и часто наблюдается противоречивость в высказываниях. Например, он с одной стороны иногда говорит, что предмет социологии все человечество, а иногда он утверждает наоборот, что это только предмет философии и истории, а социология должна отказаться от этого. Ну и много таких наблюдается у него противоречивых высказываний. Гумплович склонен был к фаталистскому истолкованию социальных законов, к фетишизации исторической необходимости. И у него мы находим также экстремистский такой вариант социального реализма. То есть мы находим у него высказывания вроде того, что индивид это всегда целиком и полностью продукт, группы и так далее. Но социологию Гумплович рассматривал как философскую основу всех социальных наук, которая связывает их между собой. И вот предмет социологии, в отличие от философии и истории, которая стремится выяснить, откуда и куда движется человечество, предмет социологии это социальные группы. И это характерная черта и, можно сказать, вклад Гумпловича в развитие социологии, в выделение социальных групп как основной единицы социологического анализа. Еще замечу, что Гумплович, как и Маркс, как и Паретто, о котором мы еще будем говорить, принадлежал к категории таких вот срывателей масок и разоблачителей. То есть он, его взглядом присущ пессимизм, такой пронизывающий все его, в общем, построения. Он часто, можно встретить у него высказывания, что человек, что нынешний, он мало чем отличается от дикаря, который когда-то истреблял своих ближних. И современный человек, он, в общем-то, такой же, хотя он и всякого рода формулирует лозунги красивые, но все равно за этими лозунгами скрывается тот же самый грубый дикарь, который способен на любую жестокость, на обман, на все что угодно. Основной социальный закон, вот как формулирует его Гумплович, я цитирую, это стремление каждой социальной группы подчинять себе каждую другую социальную группу, встречающуюся на ее пути. Это стремление к порабощению, к господству. Первоначальные группы в истории по Гумпловичу это орды. Что такое орды? Это группы, которые объединены антропологическими и этническими признаками. Отношения между ордами это отношения вражды. Здесь Гумплович выступает как предшественник Саннера, о котором мы сейчас будем говорить. Гумплович вводит в социологию очень важное понятие, сохраняющееся в ней, а также в социальной психологии и в этнопсихологии, а именно понятие этноцентризма. В литературе вы можете встретить и в нашей, и в иностранной утверждение, что понятие этноцентризма в социологию вел Уильям Саннер, о котором мы сейчас будем говорить. Но это ошибка. На самом деле, как это выяснил ваш покорный слуга за 20 лет, то сам, наверное, Гумплович в работе «Расовая борьба» сформулировал это понятие, изобрел, скажем так, это понятие и дал его определение. Как он понимает этноцентризм? Этноцентризм в трактовке Гумпловича имеет такой диахронный и синхронный срезы, что ли. Он определяет этноцентризм как мотивы, исходя из которых каждый народ верит, что занимает самое высокое место и среди современных народов и наций, и по отношению ко всем народам исторического прошлого. Вот обратите внимание, что вот этот диахронический аспект, то есть этноцентризм имеет еще и такой аспект, связанный с теорией прогресса, с идеей прогресса. Я повторю, этноцентризм по Гумпловичу это мотивы, исходя из которых каждый народ верит, что занимает самое высокое место не только среди современных народов и наций, а также и по отношению ко всем народам исторического прошлого. Вражда между ордами вначале исторически вела к уничтожению побежденных, а затем к их порабощению. В результате вот этого порабощения возникает государство, как орудие порабощения и господства одних орд по отношению к другим. Постепенно исторически борьба орд сменяется борьбой социальных групп, классов, сословий, партий, но все это на самом деле то же самое по Гумпловичу. Все эти новые деления это лишь некоторый такой камуфляж или оболочка, за которой все равно скрывается вот эта примитивная борьба групп с собой господство. И наиболее общее деление групп по Гумпловичу это деление на господствующих и подчиненных. Оно проходит сквозь все деления собственно. Почему же группы собственно борются между собой? Ответ на этот вопрос у Гумпловича выдержан в духе вульгарного экономического материализма и натурализма. Причина этой борьбы заключается в стремлении к удовлетворению материальных потребностей. И в одном месте Гумплович в присущей ему такой манере, довольно решительной и безапелляционной, утверждает, что экономические мотивы всегда являются самыми главными. Я должен заметить, что мне кажется, хотя я специально не занимался этим вопросом, но может когда-нибудь у меня дойдут руки, что Гумплович оказал определенное влияние на Энгельса, на его работу, в частности происходение семьи, частной собственности государства, работа 83-го года. Но это не предмет исследования. Я думаю, что если внимательно изучить и сопоставить ранние работы Гумпловича, работы 70-х годов, начала 80-х и вот эту работу Энгельса, то здесь можно увидеть немало любопытных сходств и перекличку идей, и даже прямое влияние. Иногда можно встретить в литературе утверждение, что Гумплович был сторонником расового детерминизма, расово-антропологической школы. Это недоразумение и связано оно прежде всего с тем, что Гумплович использует термин «раса». Но надо иметь в виду, что термин «раса» в западноевропейских языках обозначает не всегда то же самое, что у нас. Понятие «раса» имеет гораздо более широкий смысл, и помимо, собственно, вот такого физико-антропологического значения, имеет еще смысл такой рода, деление на большие категории. Например, по-французски «человеческая раса» — это «человеческий род» иногда обозначается. Поэтому, учитывая, что он называл некоторые свои работы, такие как «расовая борьба», которую я упоминал в 83-го класса работы, или «раса и государство» в 1875-го года, некоторые не очень внимательные историки социологии поспешно причислили его к расово-антропологической школе, хотя повторяю это недоразумение. Сам Гумплович писал, что «раса» — это не биологическая, а социокультурный феномен, подчеркивал очень незначительную роль биологической наследственности и решающую роль социальной среды в поведении человека, подчеркивал, что чистых рас в настоящее время не существует, и подчеркивал, что смешение рас вообще даже в физико-антропологическом смысле имеет положительное значение. Поэтому он иногда, как и Бетшкотт, утверждал, что физико-антропологические различия, они играют решающую роль на ранних этапах человеческой истории, но впоследствии значение этого фактора отходит на второй план, и он не играет существенной роли в социокультурном развитии. В общем, я хочу отметить, что Глуплович вошел в историю социологии, как мне представляется, вот этими двумя моментами, а именно выделением социальных групп в качестве основной единицы социологического исследования и предмета социологии. Во-вторых, подчеркиваю, роли конфликтов в социальном развитии и в становлении государства, это, кстати, мысль, характерная для Энгельса, и вот происхождение семьи, частной собственности и государства, она буквально повторяет идеи Глупловича, в общем, в общем, в общем, близость поразительная, и понятием этноцентризма. Другой представитель этого направления социал-дарвинистского это австрийский тоже социолог Густав Радценхофер. Вот тут оказывается... Я один такой. Другой представитель этого направления социологии. В отличие от Гумпловича, который был социальным реалистом, Радценхофер был социальным номиналистом, подчеркиваю, что, собственно, общество сводится к индивидам, которые его образуют. Годы жизни Радценхофера 1842-1904. Да, говоря о Гумпловиче, я должен сказать, что пессимизм его мировоззренческий был настолько велик, что он, бедный, в конце концов, покончил самоубийство, он уже в довольно старом возрасте. Основные работы Радценхофера «Сущности, цель политики», «Социологическое познание» и, наконец, посмертно опубликованная работа «Социология» книга «Социология. Позитивное учение о человеческих взаимоотношениях» 1907 года. Замечу в скобках. «Социология. Позитивное учение о человеческих взаимоотношениях». Замечу в скобках, что это была одна из первых книг с таким названием «Социология» просто. И вообще таких книг с названием «Социология» с тех пор, как вы понимаете, появилось уже десятки, сотни и тысячи. «Зимель» в 1908 году выпустил книгу «Социология». А вот первым автором книги с таким названием был наш соотечественник Евгений Валентинович Тероберти, который выпустил первую книгу «Социология» в 1880 году. А на будущий год ее с таким же названием выпустил эту же книгу во Франции. Но вот интересно, что именно на русском языке, это мое личное наблюдение, с которым я поделился летом с иностранными коллегами в Канаде. И поскольку я сейчас написал несколько статей во французскую социологическую энциклопедию, которая называется «Историческая энциклопедия социологической мысли», я не применил там упомянуть этот момент. Конечно, это пустячок, в общем, и книга-то на самом деле была, на мой взгляд, довольно слабая, ее справедливо тогда критиковали и в России довольно крепко, и Михайловский, и другие. Но сам по себе пустячок любопытный, ну как некоторый такой исторический казус, может быть, небезынтересный. Ну а эта книга Ратцинхофера была вот одной из первых социологий таких. Конечно, с таким названием, как мы понимаем, выходили и продолжают выходить книги очень разного качества, что естественно. Согласно Ратцинхоферу, основные процессы социальной жизни следующие. он дает некий такой бессвязный набор, это самосохранение и размножение индивидов, изменение индивидуального и социального типа, борьба за существование и тому подобное. Ратцинхофер, как и Гумплович, был сторонником монизма, то есть он считал, что в обществе действуют те же закономерности, что и в природе. По Ратцинхоферу социологические закономерности близки химическим и особенно биологическим. Социология это философская основа всех социальных наук и политики. И вообще это философская наука. Основной социальный процесс по Ратцинхоферу это конфликт. А основная социологическая категория это интерес. Интерес это основной принцип, управляющий социальными процессами. И собственно этой категории интереса, если выражаться с помощью каламбура, он и интересен собственно благодаря этой категории интереса, выдвижением ее на первый план. И вообще такой социально-дарвинистский тип мышления отличается очень часто как раз выдвижением на первый план категории интереса. Другое дело, как он там понимается, но реализация интересов, борьба за осуществление, реализация интересов считается основным фактором, будь то интересы индивидуальные, групповые или еще какие-то. социальная жизнь по Ратцинхоферу представляется как игра различных интересов. Он различает пять основных типов интересов. Прокреативные интересы, связанные с продолжением рода или стимулирующие продолжение рода. Физиологические интересы, связанные с питанием. Индивидуальные интересы, связанные со стремлением к самоутверждению. Социальные интересы в узком смысле, то есть родственные и групповые интересы. И наконец пятая категория это трансцендентные интересы или религиозные интересы. По Ратцинхоферу интересы это осознание прирожденных биологических потребностей и импульсов, которые обусловливают борьбу за существование. И собственно социальные группы, я уже говорил, что Ратцинхофер был социальным номиналистом, так вот для него социальные группы это организация индивидов для борьбы за существование. Это не есть самостоятельные какие-то сущности, а это только организация индивидов для борьбы за существование. К этой же категории социологов часто относят и американского социолога Альбиона Смола, я написал его фамилию на доске. Альбион Смол, года его жизни 1854-1926, он испытал определенное влияние идей Ратцинхофера, еще раз в годы жизни 1854-1926. И для него, как и для Ратцинхофера интерес это основная единица социологического исследования и согласно Смолу понятие интереса играет в социологии ту же роль, что понятие атома в физику, то есть иначе говоря интерес это своего рода атом социальной науки. Он тоже разработал классификацию интересов и он делил интересы на интересы, связанные со здоровьем, благосостоянием, общением, познанием, красотой и справедливостью. Вообще это классификация всякого рода интересов, потребностей, это одно из старых упражнений социологов и социальных ученых и оно до сих пор некоторыми этими упражнениями занимается. Интерес по Смолу имеет два аспекта. Субъективный аспект интереса это желание. А объективный аспект это то, в чем ощущается потребность, то, на что направлен интерес. Это объективный аспект интереса. Надо сказать, что теории Смола в значительной мере пронизаны психологизмом. Его взгляды, они эклиптичные и в них отсутствует концептуальная строгость. Он был таким социологом, может быть, не очень оригинальным Смолу. В научном исследовании он выделял четыре фазы. Описательную, аналитическую, оценочную и конструктивную. Описательную, аналитическую, оценочную и конструктивную. И вот эта четвертая фаза, конструктивная, она выступает в форме социальной технологии. И не исключено, что Смол был первым человеком, который использовал этот термин социальная технология. В отличие от некоторых других социальных дарвинистов, Смол был реформистом. Считал, что социальная жизнь должна базироваться на реформах, основанных на научных, в частности, социологических рекомендациях. Если Смол не был оригинальным мыслителем в социологии, но зато он был популяризатором этой науки, и он внес большой вклад в институционализацию социологии в американской университетской системе. Он был создателем первого в мире социологического факультета. Это был социологический факультет Чикагского университета. И, собственно, Чикагская школа в лице ее ранних представителей как раз и была создана, собственно, в значительной мере, Смолом. Вот он, этот первый в мире социологический факультет в Чикагском университете, был им создан в 1892 году. Он же был создателем известного американского социологического журнала, существующего и по сей день, а именно American Journal of Sociology, журнал, который был основан им в 1895 году. Он же был одним из основателей американского социологического общества. И он же написал первый американский учебник по социологии в 1894 году совместно с Джорджем Винсентом. Ну и, наконец, последний в этом списке нашим сегодня известный американский социолог Уильям Грэм Саммер. В годы его жизни 1840-1910. Он был профессором Ельского университета и одной из наиболее значительных фигур в американской социологии. Собственно, основные принципы социологии своей он заимствовал у Спенсера и придал этим принципам такой весьма даже вульгарный такой вид. И благодаря именно сам Нару, часто и Спенсера трактовали в таком сам Наруском варианте, в несколько утрированном и упрощенном. Каковы эти основные принципы? Это, во-первых, подчеркивание автоматического и неуклонного характера социальной эволюции. Социальная эволюция носит такой характер по сам Нару, неуклонный, автоматический. И второй принцип – это всесилие и универсальность естественного отбора и борьбы за существование. Вот эти два принципа диктовали в позиции Саммера по всем вопросам, даже по сугубо частным вопросам. Он был противником всяких реформ, революций. Одна его статья называется «Абсурдное усилие перевернуть мир». И это хорошо выражает его основной тезис, его всех сочинений. Саммер был противником всех форм государственного регулирования социальной жизни, был сторонником стихийности в общественном развитии. И идея естественного отбора у Саммера выступала как идея естественности социального отбора. Если выражать его мысль, постараться выразить в такой афористической форме, то ее можно было бы выразить так. Эволюция знает, что делает, и не надо ей мешать. Кот характерный, он был сторонником свободной конкуренции. И то, что на рубеже 19-20 веков принцип конкуренции оказался под угрозой вследствие возникновения монополий, вызывало у него большую тревогу. Поэтому он считал, что необходимо вернуться к этим изначальным условиям конкурентной борьбы. А вообще он считал, что, я цитирую, «Конкуренция так же не может быть уничтожена, как и гравитация для него». Поэтому известный американский историк и социолог Ричард Хофштеттер в своей книге «Социальный дарвинист в американской мысли» подчеркивал, что в трактовке эволюции сам был провиденциалистом. То есть на место просто воли божественного провидения он ставит волю эволюции, так сказать, которая пробивает себе дорогу, несмотря ни на что. И здесь в новой форме фигурирует идея предопределения такой эволюционистской трактовки. Но надо сказать, что хотя эти идеи все Саммера играли довольно важную роль в общественно-политической жизни Соединенных Штатов в того времени, но на социологию они не оказали особенно серьезного влияния. А вот что оказалось из работ Саммера, так это его исследование обычаев, прежде всего, и его работа с соответствующим названием, работа 906 года, которая называется «Народные обычаи». Кроме того, уже посмертно его сотрудник Келлер издал четырехтомный такой труд «Наука об обществе» в соавторстве Саммера. Итак, его работа об обычаях. Согласно Саммеру, обычаи – это своего рода инструменты и орудия в борьбе за существование. Опять-таки, существуют две непосредственные причины, которые обусловливают возникновение и функционирование обычаев. Во-первых, это интересы. Обычаи – это определенные виды защиты и нападения в борьбе за существование. А во-вторых, обычаи – это результат четырех мотивов, которые представляют собой четыре главных мотива человеческих действий вообще. И здесь, опять-таки, вы видите вот это постоянное, можно сказать, увлечение, которое началось с конца 19 века многих социологов классификации человеческих потребностей, основных интересов и тому подобное. Что же это за четыре главных мотива человеческих действий? Это голод, сексуальная страсть, честолюбие и страх. Здесь Саммер выступает как предшественник Уильяма Томаса с его знаменитой «Теория четырех желаний», о которой мы еще будем говорить. Голод, сексуальная страсть, честолюбие и страх. Но, опять-таки, и эта работа, не эти идеи в этой работе сыграли главную роль в развитии в дальнейшем социологии, и не это было его основным вкладом. В этой работе Саммер разрабатывает понятия, которые оказали существенное влияние на дальнейшее развитие социологии. Вот какие понятия. Это понятия «мы-группа, они-группа» или, как он их обозначает, еще «внутренняя группа» и «внешние группы». «in-group, out-groups». И разработкой понятия этноцентризма, о котором я уже говорил и которое Гумплович ввел в социальную науку. Отношение в «мы-группе» – это отношение солидарности. Отношение с «они-группами» – это отношение вражды. И вот это противопоставление «мы-они», оно вошло, в общем, в понятийный аппарат социологии как весьма существенной категории. Эта работа имела большое значение с точки зрения исследования нормативных аспектов социальной жизни. Разделы некоторые этой работы посвящены и моде. Ну вот я когда-то использовал эту работу еще в молодости, когда-то написал статью с авторствием про обычаи с точки зрения социологии. А это, страшно сказать, было 30 лет назад. А в 73-м году я попробовал ее в журнале «Советская этнография». И там, в то время, я использовал эту работу тоже для разработки функционалистской интерпретации обычая как формы социальной регуляции поведения. Ну, отрицательной стороной исследования Савнера было то, что он нарисовал упрощенную картину отношений в первобытных обществах и преувеличил роль конфликта, как это характерно было и для многих других социальных дарвинистов. Если подвести общий итог рассмотрению социальных дарвинистских концепций, то нужно сказать, что это направление сыграло вполне позитивную роль в развитии социологии. Я имею в виду не публицистический социальный дарвинист, который был очень проник в широкие слои и, в общем, служил оправданием всякого рода аморализма и во внутренней политике, и во внешней экспансионизма, всякого рода оправданием всякого рода хищнических действий и так далее. Я имею в виду чисто социологический аспект этого, а именно анализ социальных конфликтов, выдвижение на первый план понятия социальной группы, стремление рассмотреть общество, как включенное в общий процесс эволюции, что, в общем, тоже хорошо. Исследование нормативных аспектов социальной жизни, например, у Саммера, выдвижение на первый план принципа конкуренции, о чем я говорил в связи со Спенсером, поскольку конкуренция – это базовый социальный процесс, наряду с кооперацией, конфликтом. И, в общем, общество, в которых нет конкуренции, они вырождаются. Это исторический факт, установленный многократно. Поэтому и надо иметь в виду, что конкуренция – это не только экономический, это социальный процесс, и она имеет гораздо более широкое значение, в том числе и нравственное значение. Хотя есть много таких сфер, где более эффективна не конкуренция, а, наоборот, кооперация. Исследование социальной роли конфликтов, конечно, было тоже позитивным, но, как это часто бывает в истории социологии, достоинства бывают продолжением недостатков или, наоборот. Поэтому преувеличение роли конфликтов, то, что они провозглашались вечными, неуничтожимыми, естественными и так далее, приводило к тому, что в чисто таком социально-практическом плане это способствовало их, что ли, увековечению. На самом деле кооперация, согласие, солидарность – это ничуть не менее естественное явление, чем конфликт. Поэтому доказывать, что вот конфликт, борьба и так далее – естественно, а вот солидарность неестественная – это абсурдно и несерьезно. Поэтому здесь есть и такой момент неадекватности. Причем, что интересно, что сама по себе теория биологической эволюции совсем не давала оснований интерпретировать социальную жизнь только как сферу конфликтов, между прочим. Я уже говорил в прошлый раз, что, собственно, теория биологической эволюции просто актуализировала старую традицию социальной мысли, а именно традицию рассмотрения социальной жизни как арены конфликтов. Но интересно, что некоторые социальные ученые сделали из теории биологической эволюции прямо противоположный вывод из дарвиновской теории, а именно, что именно согласие, сотрудничество, солидарность были важнейшими орудиями в борьбе за существование. Такие выводы тоже делались, и их вполне можно было делать, и логически они вытекали вполне из теории биологической эволюции. Ничуть не менее логично и естественно, чем теория конфликта. И некоторые такие выводы делали. Например, известный в свое время шотландский евангелический писатель, лектор, популяризатор эволюционной теории Генри Драмонт. Его сочинение в свое время известно называлось «Естественный закон в духовном мире». И он доказывал, собственно, что, ну, во-первых, преемственность духовного мира по отношению к физическому. И вот он, особенно в своей работе «Возвышение человека», это сборник его лекций 1894 года, он доказывал, что бескорыстная забота и сострадание животных по отношению друг к другу сыграли важную роль в выживании сильнейшего, собственно говоря. И этот же тезис раньше обосновывал американский философ Джон Фиске, историк, философ, научный писатель. Тоже из той же теории биологической эволюции делал такие выводы. И, кстати, Фиске внес большой вклад в распространение идей Дарвина и Спенсера в США, поскольку, как вы знаете, в Америке эта теория, с одной стороны, была очень популярна, а с другой, еще вплоть до 20-х годов, проходили так называемые обезьянные процессы судебные. Консерваторы не могли смириться с этим постулатом, что человек, тварь божья, на самом деле происходит от обезьяны. И вот эти обезьянные процессы, я говорю, вплоть до 20-х годов, если не позже, продолжали преследовать за пропаганду эволюционной теории. Ну и, наконец, идеи Кропоткина, его очень известная книга «Взаимопомощь как фактор эволюции», которая вышла сначала в Англии, потом она вышла и в России, и во Франции, и в других странах. Кропоткин тоже делал вывод о том, что, опираясь на эволюционную теорию, что именно взаимопомощь, сотрудничество – это фактор гораздо более важный, чем конфликт. Эти идеи были тоже широко известны в начале нашего века. То есть уже нашего, я говорю, века осталось еще 10 дней, и уже невозможно будет говорить нашего века. Да, надо будет каждый раз себе напоминать, что век-то уже новый. Или задавать вопрос, который поэт себе задавал когда-то. Какое нынче, господа, там, тысячелетия на дворе? Вот мы будем. Если говорить об изъянах этой теории, то здесь тоже иногда встречался редукционизм, сведение социальных процессов биологическим, все это тоже были, конечно, недостатки этой теории. Ну, вот, собственно, не все относительно социал-дарвенитских идей. В дальнейшем, надо сказать, в той или иной форме наблюдаются иногда рецидивы. И надо сказать, что в разных странах социальный дарвинизм, в зависимости от того, на какую почву попадал, интеллектуальную, культурную, прочую, он приобрел специфический оттенок. В Германии, например, социальный дарвинизм был, соединился с идеями социализма и национал-социалистов, и расизма. Например, в работах Людвига Вольтмана, которого можно считать первым национал-социалистом в Германии, он был учеником в Умпловиче, в Англии. Да, и социальный дарвинизм в Германии соединился и с идеями эстмата, тоже, исторического материализма, опять же, в работах Людвига Вольтмана и других. В Англии он вступил, так сказать, в комбинацию специфическую с идеями утилитализма, традиционными идеями английскими. В США социальный дарвинизм наслоился на американские традиционные ценности, предприимчивости, индивидуализма, успеха и получил специфическую интерпретацию, прежде всего, у Самнера, где спенсеровские идеи приобрели специфический вот такой американизированный вид. В России, я говорил, хотя со мной, может, многие не согласятся, в работах Данилевского, безусловно, присутствует тоже специфический социальный дарвинизм, где история выступает как борьба между культурно-историческими типами, которые друг к другу не сводятся, враждебны друг к другу и никогда друг с другом не сойдутся, так сказать. Это только что для него прототипом был не животный мир, а мир флоры. Он сам и был ботаником по своей специальности, так сказать, Данилевский. Если есть вопросы по этому, то, пожалуйста, задавайте. Сегодня рецидивы иногда встречаются, вот были в последние, ну, уже не в последние, в 70-е годы были работы Роберта Ардрии «Территориальный императив», где он что-то подобное пытался разрабатывать, американские ученые. Идеи некоторой социобиологии современной, они тоже, в общем, опираются в значительной мере на старые идеи социального дарвинизма, хотя, конечно, нынешняя социобиология далеко ушла от этого. Здесь можно тоже назвать известную в свое время, лет 20 назад, популярную работу Десмонда Морриса «Голая обезьяна», которая посвящена месту человека в эволюции. «Голая обезьяна» имеется в виду человека. То есть, как по определению древних, это человек – это многое без перья, курящая табак. Здесь Десмон Моррис решил это, оживить это старое определение. Можно реплики? Пожалуйста. А сейчас просто очень... Благо, нас мало. Ну, в понедельник у меня 170 человек в аудитории, и там реплика каждая. Это так сложно все. Пожалуйста. В программе «Добро» и других, многие программы комические, почему-то сейчас модно употреблять журналистику с обыкновениями. Ну, не знаю. Что мода? Употреблять в комической форме вот эти вот принципы рассмотрения социальной группы определенной людей как некого подвида животных. Ну, как игра такая комическая. В программе «Итого»? Да, вот там роботик. Ну, это, извините, мода насчитывает много столетий. Уподобление человека животным. Ну, такой носит иногда это. Еще и ЗОП, по-моему, этим занимался. Потом Иван Андреевич Крылов там тоже. Про лисицу и петуха там. Я понимаю, что это личный мотив. Я просто хочу сказать, что он актуализируется в последнее время. Да, в журналистике. Ну, вот, например, у Олдоса, у, извините, Оруэлла, вот, ферма-животное, это звероферма, знаменитое сочинение, которое вы наверняка знаете, да? Ферма-животное, даже фильм поставили, что было очень сложно поставить фильм по Олдолу, где он идею коммунизма и социализма изобразил очень тонко и глубоко. Но он очень хорошо понимал это. Поэтому я не знаю, почему вы именно про Итого. Я иногда смотрю, но я что-то там этих мотивов не заметил. Таких анималистских, так сказать. Не нужно. Есть. Там несколько, да, как бы рубрик. Там есть этот психиатр Бильжой, он художник вообще по специальности, но почему-то по совместительству он про эту маленькую психиатрическую больницу все время рассказывает. Есть правда, есть мозговед, а есть вот эта вот отдельная рубрика, где они каждый раз рассматривают вид животных, который вот там... А, да, это голосом Дроздова, да? Да, голосом Дроздова. А, да, 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 есть. Но это не в каждой передаче в некоторых, да. Они пародируют его голос так, что есть лгома, да, что там подвида они там чего-то... Да, ну, конечно, да. Но я думаю, что это так, они там резвятся, это особого значения не имеет. Да, ну, вообще, это старая традиция, но только здесь нужно различать. Есть все-таки метафора, там художественный прием, это он стар как мир, уподобление людей определенным видом животных. Но я думаю, что здесь все-таки другое. Да, здесь уже виды людей. Не отдельно человек уподобляют, а как бы целые друкты. Только нам царят. Стартификация такая. Животные. И они не уподобляются. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что это были такие какие-то вульгарные совершенно люди, которые просто уподобляли людей животным. Ничего такого не было на самом деле. Просто был, я говорил в прошлый раз, что наоборот, здесь существовала старая традиция внутри социальной мысли рассматривать со времен Гоббса, собственно, мир людей, как войну всех против всех. и здесь эта традиция старая, устойчивая. Но теория биологической эволюции просто пробудила, что ли, или актуализировала эту идею конфликтности человеческих взаимоотношений и групповых взаимоотношений. Не все апеллировали при этом к животным. Или, я повторяю, многие просто даже были противниками аналогии между миром людей и миром животных. И тем не менее, учитывая вот этот момент, а именно представление о том, что люди все время борются между собой и в групповых и индивидуальных формах, что жизнь – это вечная борьба и так далее. На этом основании их так обозначили. Но не потому, что они уподобляли людей животным. Они это не делали даже в фигуральном смысле иногда. А так, ну, это вечный мотив, я говорю. Все писатели этим занимались. Многие, вернее, отдавали дань такого рода жанру. Это естественно. но если нет больше вопросов, я тогда перейду к следующей теме, которую я сейчас просто назову, а потом мы сделаем 10-минутный перерыв. расово-антропологическое направление в социологии. Вот о нем сейчас пойдет речь. Расово-антропологическое направление. Теперь давайте 10 минут отдохнем. Продолжение следует...